Число ледовых переправ на территории региона постепенно растёт. Так, накануне с сотрудниками ГИМС МЧС России в составе комиссии было проведено освидетельствование ещё двух зимних дорог на водоёмах. В городе Николаевске на Амуре открыта третья ледовая переправа через Амур. Она оборудована от дамбы морского порта города на другой берег реки к северно-западной точке мыса Мео села Подгорное. Толщина льда здесь достаточно большая, от 85 до 115 сантиметров, поэтому допустимый вес автомобилей для передвижения по ней определён до 40 тонн. Ещё одна переправа технологическая появилась в Комсомойском районе. Дорога проложена через Амур на 114-м километре Майкана, села Сунской, магистрали в районе посёлка Ягодного Комсомойского района. Грузоподъёмность определена до 40 тонн. При освидетельствовании ледовых переправ инспекторы ГИМС убедились в безопасности ледового покрова для проезда техники. На каждой из них установлены соответствующие дорожные знаки, вехи, шлагбаумы, информационные щиты, также оборудованы посты со спасательным и противопожарным оборудованием и инструментом. Инспекторы ГИМС обращают внимание, что выезжать на лёд можно только в местах оборудованных ледовых переправ. При этом также необходимо соблюдать правила безопасности и чётко следовать установленным дорожным знаком, установленным вехам, не допускать превышения допустимого веса транспортного средства для данной переправы. На сегодняшний день в Хабаровском крае действует 19 ледовых переправ. Две в Аяномайском районе, одна в Верхнебуринском, в Охотском районе 4, две в Хабаровском районе, одна в городском округе города Хабаровска, четыре в районе имени Полины Осипенко, три в Николаевском районе, одна в Амурском районе, одна в Комсомольском. Всего в этом году планируется к открытию порядка 40 ледовых переправ. Вместе с тем на контроле сотрудников МЧС России традиционные места зимней рыбалки, где могут собираться сотни людей. В ходе рейдов и патрулирований они объясняют рыбакам и автолюбителям об опасности выхода и выезда на лёд, напоминают правила безопасного поведения. При выявлении мест, где организованы несанкционированные съезды на водоёмы, переправы, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам направляют обращения в органы местного самоуправления для принятия мер по недопущению выезда людей и техники на лёд. Главная цель профилактической работы – предотвращение гибели людей. Специалисты Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю напоминают гражданам, для того, чтобы избежать трагедии на водных объектах, необходимо помнить о правилах безопасности на льду. Будьте предельно внимательны, выбирая места лова и отдыха. Соблюдайте меры личной безопасности на льду, передвигаясь только по оборудованным ледовым переправам. Не передвигайтесь по льду в тёмное время суток и в условиях плохой видимости. Для пешей переправы одного человека безопасным считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров. Организованные пешие переправы безопасны при толщине льда 15 сантиметров и более. Легковые автомобили могут выезжать на лёд при его толщине более 35 сантиметров и только в местах санкционированных ледовых переправ. Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполняйте требования всех информационных знаков, установленных перед въездом на ледовую переправу. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений. На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Не допускайте нагрузки, превышающие требования информационных знаков по допустимой грузоподъёмности. Перемещение транспортных средств при плохой видимости, туман или пурга по водоёмам крайне опасно. Если вы провалились под лёд, не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лёд. Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Действуйте в ту сторону, откуда пришли, так как лёд уже проверен на прочность. Не оставляйте детей без присмотра. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю убедительно рекомендует при пересечении водоёмов пользоваться только оборудованным ледовым переправом после их официального открытия. В случае происшествия незамедлительно сообщайте по телефону 101 либо 102.